Все хотят жить в Москве, пока не узнают это. Мечтаете наслаждаться ароматными десертами после работы в одном из кафе Москвы с видом на Кремль? Тогда будьте готовы к тому, что отдать за кусочек шоколадного торта вам придется от восьми сотен рублей. Это еще не все сюрпризы, которые подготовила столица. Каждый, кто однажды решился на переезд в Москву, нередко рисует себе в воображении яркие картинки о том, как он будет много зарабатывать. Поднимется по карьерной лестнице и будет жить красиво. Разумеется, в Москве немало возможностей, но стоит понимать, что на первых порах зарплата в Москве будет не сильно отличаться от той, что в регионах, а для продвижения в карьере и повышения зарплаты придется попотеть. Так, например, сотрудники без опыта работы на начальном этапе могут получать за свою деятельность всего около 40 тысяч рублей в месяц. Отсюда может вытекать следующая проблема – аренда жилья. Конечно, во многом плата зависит от разных факторов, в том числе и от ее расположения. Но средняя цена на аренду квартиры целиком начинается от 40 тысяч рублей. Вопрос – а что остается с зарплаты? С покупкой квартиры все тоже не так просто и радужно. Самая простая квартира на одной из конечных станций метро будет стоить от 8 миллионов рублей. И это за простую однушку или даже студию и без ремонта. Ну и конечно, когда честный московский риэлтор предлагает вам квартиру рядом с метро, то это рядом означает 20-30 минут ходьбы. И вот купили вы квартиру за 8 миллионов, прошли 20-30 минут на метро, потом еще час на метро до центра, и вот вы в своем прекрасном московском офисе. И тут мы упираемся в следующее – дорога от дома до места работы. Очередная боль москвичей. По данным сервиса Яндекс.Недвижимость, жители столицы тратят в среднем по полтора часа в день на дорогу. А 15% работающих москвичей проводят дороги более трех часов в день. Таким образом, проживая в Москве, вы рискуете каждый год, целый месяц проводить в дороге от дома до работы. Личный автомобиль в Москве одновременно как роскошь, так и ад. Для того, чтобы была возможность содержать машину и активно ей пользоваться, необходимо тратить на нее около 40 тысяч рублей в месяц. По данным Тинькофф журнал. Одно только место парковки может обходиться в 450 рублей в час, а потому приходится выбирать какие-то дополнительные варианты передвижения. Или же пользоваться автомобилем только по праздникам, когда парковочные места бесплатны. Ну и в заключении, вишенка на торте. Это опасность, которая подстерегает тебя в любом крупном городе. Повышенная преступность. Только за 8 месяцев было зарегистрировано 95 905 преступлений в столице. По данным портала право.ру. При этом 33 137 преступлений были совершены в общественных местах.